Привет! Сейчас мы поговорим с вами о экстремальной серии ножей Hogue. Hogue это американская компания, которая производит комплектующие аксессуары для огнестрельного оружия и для различного тактического снаряжения. Сам бренд Hogue не так давно вышел на рынок ножевой продукции и в сотрудничестве с дизайнером Аланом Элишевицем приобретает сейчас все большую популярность. Сам дизайнер Алан Элишевиц, чье имя есть здесь и на клинке, сначала основал собственный одноименный бренд по производству качественных режущих инструментов различного назначения. Потом достиг настоящего мирового успеха, он путешествовал по миру, изучал традиции изготовления ножей и боевые искусства. И с 1994 года Алан является членом американской гильдии изготовителей ножей. Алан Элишевиц также сотрудничал с ножевой компанией Columbia River. Автоматические ножи Hogue, они выполнены очень качественно, оснащены клинками из популярной нержавеющей стали 154CM. Закаливаются такие клинки на 57-59 единиц по шкале Роквелла криогенным методам. Рукояти выполняются из термопластика FRN, как на данном ноже, также из стеклотекстолита G10 и фирменного текстолита G-Mascus. Используется ножевой замок Button Lock с ручным предохранителем. Сейчас я покажу, как он функционирует. Ну и касательно клинка. В данном случае здесь используется тактическое покрытие у клинка, которое скрывает его блики. В общем и целом форма клинка Drop Point. Хоть и здесь не указана сталь, но именно 154CM здесь используется. Есть также номер на ноже. Ну и в целом, конечно же, страна изготовления USA. Касательно насечек здесь на обухе, то они выполнены очень грамотно. Ничего здесь они не пытаются разодрать и разорвать. Но с другой стороны обеспечивают определенную цепкость. Так же, как в принципе и на самой пластиковой части рукояти. Значит, касательно замка. Замок Button Lock. Попробуем продемонстрировать. Он блокирует клинок в разложенном состоянии. И также блокирует клинок в сложенном состоянии. Вот таким вот образом. То есть, этот способ крепления отлично подходит, способ замка, для кнопочного открывания ножа. И также здесь есть механическая блокировка, которая блокирует данную кнопку и данный замок. Как в разложенном состоянии, так же может блокировать и в сложенном состоянии. Это очень удобно, на мой взгляд, и безопасно. То есть, можно использовать такой механический предохранитель. Нож вполне реально сложить одной рукой. Хотя пружина достаточно уверенно открывает нож. Достаточно серьезно выстреливает, так скажем, клинок. Значит, по толщине клинка я намерил 3,8 мм. Это по сведению от 0,4 где-то в районе рукояти до 0,5 к кончику непосредственно. Значит, сама клипса выполнена крайне удобно. Коплевидная форма ничего здесь не разрывает на кармане и сидит достаточно качественно. Клипса переставляется для ношения кончиком как вверх, так и вниз. Но для левши вариант не предусмотрен. Отверстие под темляк здесь есть исключительно формально. Реально никакой паракорд в него не пролазит. Ну, может быть, конечно, можно что-то придумать. Но в целом это довольно специфический вариант. Касательно заявленного здесь стеклобоя. Ну, он как бы есть. Но так как он выполнен из пластика, я не проверял. Но не уверен я в том, что он эффективен по своей работе. Хотя, конечно же, за отсутствием какого-либо стеклобоя таким, наверное, воспользоваться тоже можно. Я думаю, что здесь достаточный запас прочности. По качеству сборки здесь абсолютно никаких нареканий нет. К ножам HOK. Более того, ножи HOK отличаются зеркальной заточкой режущей кромки. То есть, более качественной по сравнению с другими брендами. Что тоже очень радует и очень приятно. Значит, также стоит отметить касательно веса ножа. Развесовка ножа где-то идет 50 на 50. То есть, вот в районе замка здесь получается баланс. Но так как подпальцевые выемки и общая эргономика выполнены таким образом, что мы держим немножко ближе к наверхшую рукояти, нежели к клинку. То есть, чуть-чуть смещаемся вот сюда. То получается, что создается впечатление, что клинок немножко перевешивает рукоять. Это не просто впечатление. Действительно, в рукояти нет каких-либо стальных лайнеров. В связи с этим рукоять достаточно легкая сама по себе, по весу. И нож сам по себе вполне легкий. 119 грамм общий его вес. Нож не является холодным. То есть, здесь как раз длина клинка буквально почти-почти 90 м. То есть, он сделан как будто бы под наше законодательство и не является холодным оружием. То есть, на него есть сертификат и его можно вполне законно, без каких-либо проблем, носить с собой. Для автоматического ножа это тоже огромный, на мой взгляд, плюс. Дизайн здесь с вот такими вот черепами, костями, скелетами. Это вот именно экстремальная серия. Но в целом, конечно же, нож мне очень понравился. Рез у него неплохой. И в первую очередь, конечно же, вот эта вот автоматика, в которой можно поиграться, в которой можно эффектно открыть нож. Ну и, собственно, это, конечно же, производит особое впечатление. По эргономике все вполне хорошо. Я бы хотел, может быть, чуть-чуть больше длины рукояти. Но это, знаете, мои какие-то мелкие придирки. В целом, обратите внимание, полностью используется все длины рукояти. Что тоже очень, на мой взгляд, грамотно и достойно определенной похвалы. Нож приобретался в России. Из-за границы сейчас все сложнее приобрести. Дам обязательно ссылочку, если кому-то интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok